МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Среди учителей родного языка и родной литературы. По традиции первым этапом является методическая мастерская. На этот раз перед членами жюри выступала и представительница нашей республики Ида Дахчукова. О презентации методических проектов в сюжете нашего корреспондента Артура Мхце. Педагог Карапакской средней школы Ида Дахчукова рассказывает членам жюри о своих методических приёмах, которые используют во время уроков. По словам участницы заключительного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства от Карачао-Черкесии, только искренняя любовь к своей малой родине, к родному языку, к культурному наследию народа, могут помочь в обучении школьников. Дети должны чувствовать, что преподаватель хорошо разбирается в том, о чём говорит. Чукотский автономный округ очень многонациональный. Там национальности все, все и России, наверное, проживают. Именно народы коренной национальности нас очень мало. Например, в Чукотском автономном округе Эвенов проживает 1200 человек. Из них где-то четвёртая часть знают, а носителей языка очень мало. Если первый день конкурса был для 72 участников ознакомительным, то во второй уже самим педагогам предстояло показать экспертам свои передовые навыки и методическое мастерство. Разумеется, далеко не каждому конкурсанту рассказ на русском языке даётся так же легко, как на родном. Впрочем, жюри оценивало не только умение учителей держаться уверенно, но и их демонстрационные ролики, наглядные пособия и многое другое. Мы уже неоднократно говорили о том, что родные языки, к сожалению, особенно для малочисленных народов, находятся в стадии сокращения, в стадии умирания, я бы сказала. Поэтому сохранить и развить родной язык – это наша задача. И вот этот конкурс, он как один из инструментов поддержания интереса к родному языку и мотивации учителей дальше работать, сохранять и развивать родной язык. Для каждого учителя, который вышел в заключительный этап профессионального конкурса, 19-я гимназия Черкесска стала площадкой, где можно показать не только знание предмета, но также творческие способности и нестандартный подход к подаче темы. Далее педагогам предстояло преподать мастер-класс ученикам. Артур Мухцелий Бастанов, 200, Карачаево-Черкесия. С начала сентября в Карачаево-Черкесии идет вакцинация. По информации Роспотребнадзора, в республике отмечен рост заболеваемости ОРВИ и гриппа. Для предупреждения и профилактики этих заболеваний медики рекомендуют привиться, как это сделали сегодня сотрудники Роспотребнадзора. Подробности у Али Баташева. Главный санитарный врач республики Сергей Бескокотов каждый год делает прививку от гриппа на работе. На сегодня это самый эффективный способ профилактики от тяжелых форм заболевания и осложнений гриппа, считает глава ведомства. Я бы хотел сказать, что я не по роду своей деятельности делаю вакцинацию, я просто думаю о здоровье, о своем первую очередь, и о здоровье своих близких. Потому что грипп это такая инфекция, которая широкое распространение имеет, как в мире, так и у нас в Российской Федерации, так и в Карачаево-Черкесии. Поэтому, чтобы сохранить свое здоровье и своих близких, нужно ежегодно прививаться. Как вы переносите? Да, как обычно, я не знаю, никакого, в принципе, может быть, вечером небольшое такое состояние, некомфортное, я бы сказал. Температура практически не поднимается никогда. В настоящее время в республике зарегистрировано 584 случаев заболеваемости ОРВИ и гриппа. В сравнении с предыдущей неделей прирост составил порядка 12%. Иммунитет должен быть подготовлен к встрече с возбудителями гриппа, от которых ежегодно гибнут люди, говорят в Роспотребнадзоре. Вакцинация от гриппа в республике началась в сентябре. В нашей республике получены первые транши вакцин против гриппа. Получено где-то около более 70 тысяч доз взрослых вакцин, сови грипп и ультрикс квадри, и почти 27 тысяч детских вакцин ультрикс квадри. Вакцины, нужно отметить, что вакцины этого года, как всегда, модернизированы. Они актуализированы под циркулирующие ныне вирусы гриппа. Укол вакцины делается бесплатно в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. На сегодняшний день 34 326 жителей республики прошли вакцинацию. Для создания иммунной прослойки требуется привить 252 800 человек, что составляет 61% населения Крачаева-Черкесии. Иммунная прослойка позволяет, даже не дает возбудителям заболевания распространяться среди населения. И это дает, во-первых, ну стопроцентную защиту вакцины не дают, но они снижают интенсивность заболевания. Люди болеют в меньшей степени. И кроме того, они не дают вирусу распространяться, прививки. Не дают возможность передаваться от человека к человеку. То есть замедляют этот процесс, и в результате люди болеют меньше, люди болеют более в легкой форме. И кроме того, мы не перегружаем во время пика эпицезона, мы не перегружаем нашу лечебную сеть большим количеством тяжелых случаев заболевания. Эффект от вакцинации сохраняется на протяжении года. Иммунитет вырабатывается от 10 дней до месяца, говорят врачи. При обращении в поликлинику гражданин должен иметь документ, удостоверяющий личность, и полис медицинского страхования. Али Баташев, Мураджан Кезов, Вести Карачаева, Черкесия. За первое полугодие текущего года объем промышленного производства в Карачаево-Черкесии вырос почти на 17%. Об этом на встрече с журналистами сообщил министр промышленности, энергетики и транспорта Мурад Гапов. В республике планируется запустить новые производства и создать рабочие места. Подробности смотрите далее. Текущий год объявлен главой республики Рашидом Тимрезовым годом развития промышленности. В регионе осуществляют деятельность предприятия ради электронной, легкой, химической промышленности. Предприятие по производству строительных материалов, резиновых и пластмассовых изделий идет добыча полезных ископаемых. За первое полугодие индекс промышленного производства в Карачаево-Черкесии составил 116%. Своими словами, это значит, что все товары, услуги и работы, которые были произведены предприятиями промышленными Карачаево-Черкесии, выросли на 16%. И по этому показателю мы в СКФО первые среди субъектов СКФО и занимаем третье место по этому показателю среди субъектов по всей России. За полгода объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг в сфере промышленности составил около 33 миллиардов рублей, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В настоящее время одной из острых проблем большинства промышленных предприятий является острая нехватка кадров, специалистов, рабочих профессий. Российские вузы и колледжи зачастую выпускают студентов, которым не хватает практических навыков для работы по специальности. Одно из возможных решений проблемы – дуальное обучение, ориентированное на прикладные навыки. «Развивается производство в Карачаево-Черкесии и проблема с кадровым дефицитом, как и по всей России, она остро стоит. Тем не менее, по поручению Рашида Борисбевича Тимрезова проводится ряд мероприятий. Нами организованы промышленный туризм на предприятия промышленные, чтобы дети, студенты, школьники могли с детства иметь возможность посещать различные интересующие их предприятия». Важным показателем являются инвестиции в основной капитал. Это увеличение стоимости активов предприятия вследствие дополнительных затрат на приобретение, модернизацию, реконструкцию, строительство и прочие действия с целью повышения прибыли. И в этом сегменте республика демонстрирует хорошие показатели. «У нас по итогам полугодия очень хорошие показатели по объему инвестиций в основной капитал. И половина из них, это свыше 10 миллиардов, и половина из них приходится на промышленные предприятия. Так, объем инвестиций в обрабатывающих отраслях у нас вырос в 4,5 раза. За первые полгода это в 4,5 раза по отношению к полугодию прошлого года». В Карачаево-Черкесии будет разработана стратегия развития промышленности республики на ближайшие пять лет. В рамках объявленного в регионе года промышленности намерены создать новые предприятия. Например, такие, как производство пневмобаллонов мощностью более 100 тысяч штук в год. Ввод в эксплуатацию новой трикотажной фабрики или запуск очередной фабрики по производству PET-бутылок. В свою очередь, это десятки и сотни новых рабочих мест. Мурат Жанкиозов, Вести Карачаево, Черкесия. Детский сад «Солнышко» Карачаевска принял участие в акции, организованной оригинальным отделением Союза женщин России «Сердце матери». Дары осени для бойцов под таким названием дошкольно-образовательное учреждение организовало гуманитарную помощь для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Об акции подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Именно на этом небольшом участке в течение лета воспитанники и сотрудники детского сада «Солнышко» Карачаевска выращивали овощи и фрукты. Богатый урожай, полученный с маленького огорода, они решили передать бойцам, находящимся в зоне СВО. Отправку поддержали представители регионального отделения общественной организации «Союз женщин России», которые оказали помощь в перевозке гуманитарного груза. «Хотим поблагодарить весь коллектив детского сада «Солнышко» города Карачаевск за то, что они так активно принимают участие в этой акции. Уже на протяжении двух лет «Союз женщин России» ведет эту акцию, которая называется «Сердце матери». И собираем гуманитарную помощь для наших ребят, которые в зоне СВО. Наши воспитанники принимают активное участие во многих акциях. Также мы создали специальный уголок для наших героев, погибших в зоне спецоперации. Мы надеемся, что наши ребята обрадуются тем вещам, которые мы им отправили, отмечают сотрудники детского сада «Солнышко». Летом наши детки посадили картошку, капусту. И вот осенью мы собрали этот урожай и решили вот эту акцию провести и передать нашим бойцам, которые служат в СВО. Мы надеемся, что у них все там сложится и надеемся, что они вернутся живыми и здоровыми к своим матерям, женам, сестрам. Мы и в дальнейшем будем принимать активное участие в подобных акциях. И приятно отметить, что сами дети охотно отзываются, говорят воспитатели дошкольного учреждения. Дорогие наши защитники, вы лучшие из лучших. Возвращайтесь скорее домой, мы вас ждем. Алихан Лепшоков, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Накануне в Абхазию из Карачаева-Черкесии отправился автобус с жителями нашей республики, которые принимали участие в грузино-абхазском конфликте, а также родственники погибших добровольцев. В честь 30-летия победы абхазского народа в республике пройдут праздничные мероприятия. Представители Карачаева-Черкесии также посетят образовательные учреждения Абхазии, где расскажут о своем боевом пути. Ежегодно Абхазия приглашает в первую очередь семьи погибших на 10 дней. Это перед днем победы, вот с 20-го числа, включительно 2-е октября, чтобы люди могли там отдохнуть. Естественно, принять участие в параде победы. Яркая премьера осени в Кисловодском цирке. Шоу-спектакль «Загадка старой игрушки». Как попасть в волшебный мир сказок и достичь своей мечты, расскажет Светлана Шаганова. Удивительное приключение начинается здесь, на манеже Кисловодского цирка. Как разгадать загадку старой игрушки? Очень просто. Нужно всем погрузиться в удивительный мир циркового искусства и познать тайны разных планет. Это не просто цирк. Это невероятно интересный спектакль для детей и взрослых, который учит добру. Рассказывает о том, что нужно отложить в сторону все гаджеты и больше читать, познавать интересный и уникальный мир. Главная героиня получает в подарок от бабушки старую игрушку – калейдоскоп. В нем девочка видит много интересного, ярких героев, которые вовлекают ее в удивительное путешествие в мир сказок. Эмоций, конечно, тут множество. И радость, и удивление, и страх. Но самая, наверное, такая цель – это познать слова бабушки, которая говорит в начале спектакля, которая хочет донести до девочки, как и для современных сейчас людей, что телефон – это не самое главное, что нужно читать, что нужно развиваться. А развиваться нужно благодаря книгам. Все мы с детства любим сказки, и цирковая программа – яркий тому пример. Героиня со своими друзьями, веселыми и виртуозными клоунами путешествуют из одной сказки в другую и даже попадают в карточную страну, где правят короли и королевы. Зал завораживает иллюзия. Здесь невероятные трюки, фокусы, появление, исчезновение, превращение. Искусство иллюзий от обладателей высших международных наград. Ну и как же без русских народных сказок, где добро побеждает зло? Здесь Баба Яга – бесстрашная и виртуозная акробатка в компании богатырей, выполняющих сложные трюки. Удивляют и вдохновляют гимнасты на полотнах. Все без страховки. А хрупкая артистка, сияющая золотом, грациозно выполняет номер с обручами. Восток – дело тонкое. И вот мы в Индии. На манеже – своенравные кошки, которые удивили кисловодскую публику своими тонкими манерами. Они справились со своей задачей. В плане того, что они никого не стали ни на кого охотиться, они просто разглядывали, интересовались, кто кричит, и вообще почему. Наш номер идеально работает. И животные, и у нас все хорошо сложилось. Заряжает невероятным позитивом и красотой сафари-шоу. Пони, ламы, крокодилы, змеи и гордые верблюды. А в роли доездников – обаятельные собачки. Яркие костюмы, захватывающие номера и экзотические животные. Шоу «Загадка старой игрушки» надолго останется в сердце каждого зрителя. Дорогие друзья, давайте все вместе еще раз поблагодарим артистов за высокое мастерство и за ту радость, которую они дарят вам, зрителям. И пожелаем им здоровья, творческого долголетия, полных залов и горячих аплодисментов! Молодцы! 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 Особенно запомнились акробаты. Все очень интересно, всем желаю посмотреть этот цирк. Мне понравились воздушные гимнастки, они очень впечатлили меня. Вообще очень понравилось все, мне понравилось. А тебе? Воздушные гимнасты, акробаты, животные, верблюды. Все понравилось. Понравилось все. Потрясающее выступление. Сценаристу вообще просто браво. Так поставить сценарий, постановка, ну все. От костюмов до движений их, до всего. Потрясающе. Всем рекомендую. Бесподобно. Нам все понравилось. Очень все ярко, красиво, необычно. А мне понравилось актерское мастерство, то, как они играли. Вообще не все было реалистично и вообще класс. Приходите всех в цирк! Спектакль возвращает нас в детство. А что может быть прекраснее? Это самое лучшее время нашей жизни. На представление в Кисловодском цирке вы получите массу положительных эмоций. Также у всех зрителей есть шанс выиграть сертификат на новогоднее шоу-представление. А если у вас день рождения, то цирк приготовил сюрпризы. Разгадайте загадку старой игрушки до 15 октября. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, из Кисловодска. Далее смотрите нашу постоянную рубрику «Сила права» с Белла Джазаевой. А я с вами прощаюсь. Хорошего вам настроения и всего доброго.